Ты имеешь в виду, что рекламные объявления упоминают, что они ищут для того, кто умеет хорошо лично общаться и у кого хорошие исследовательские навыки? Не следует написать в резюме, а в реакции на это, такие заголовки, как общение, умение проводить, исследование и так далее. Да, это правильно. Этот подход эффективный, так как он использует твое резюме, заточенное под определенную работу и доказывает, что у тебя есть навыки для нее. Потом ты просто перечисляешь детали своего рабочего опыта, образования, профессиональные квалификации, интересы и в конце концов свои рекомендации. Мне нравится резюме, основанное на навыках. Ну, я думаю, их аналогическое проще написать. Да, так и есть. Помни, есть два подхода. Особо строгих правил не в каком порядке ты поставишь эти секции и даже как ты их назовешь. Как только жизненно важная информация там указана, то все нормально. Это твое резюме, как ты его сделаешь и как ты его создашь, это расскажет о тебе и отображает ваш характер. Один графический дизайнер, он создал свое резюме древнеславянским шрифтом Вязью. Такой красивый фигурный шрифт, а поскольку ему нужна была работа в этой отрасли, художественной, то ему за это был бонус. Проявите креатив. Спасибо, я очень сильно вдохновлена. Привет, Элла. Привет, Алекс. Что ты делаешь? Я себя чувствую хорошо. Я звоню, поскольку я решил трудоустроиться на пару административных работ. Я хочу, чтобы ты помогла мне с моим резюме. У тебя есть советы? Какие ошибки можно допустить и как их избежать? Хорошо, одна наиболее простая ошибка. Ты будешь глубоко удивлен, как много людей отправляют свои резюме с базовыми ошибками в них. Есть много резюме на твоем столе и легко выбрать те, которые не начинать. О каком типе ошибок ты говоришь? Особенно ошибки в написании достаточно часто. Припустим, они ставят букву I в неправильном месте, слово receive получать, либо они пишут слово корреспонденция через A вместо E, либо они говорят lies через одно I. Другой тип ошибок в написании слов, что когда кандидаты путают такие слова, как практика и advice. Есть английский и сложный язык иногда. Я думаю, что надо вычитать мое резюме тщательно и потом дважды-трижды допроверить. Точно. Следующая вещь, оно должно быть краткое. Ты должен привлечь внимание работодателя и помни, что ты получишь работу только через свое резюме. Не надо указывать весь опыт и все квалификации. И пиши только то, что подходит на эту работу. Выбери наиболее впечатляющие и соответствующие достижения. Лучшее – это меньше, но качественнее. Будь точной и близкой к делу. Продемонстрируй свою способность хорошо редактировать свое резюме. Сколько страниц? Я думаю, одна страница хватит. Ну, максимум две. Хорошо. Что еще? Ну да, будь честным. А можно там чуть-чуть приврать в резюме? Много людей пытаются приукрасить. Ну, я тебе рекомендую сфокусироваться на позитивном опыте и детали, подходящей к этой работе. И, пожалуйста, не испытывай судьбу, не пиши неправду. Прежде всего, твое резюме – это легальный документ. Если они узнают, что ты соврал, они тебя моментально уволят. Второе. Ты будешь себя чувствовать более уверенно, когда детали твоего резюме, которые ты сказал, правду, это позволит тебе чувствовать психологически увереннее. В моем опыте, мне кажется, несложно найти того, кто врал в своем резюме. И это всегда узнается. Раньше или позже. Это просто того не стоит. Честность – лучшая политика. Что ты скажешь, надо сделать, для того, чтобы мое резюме стали заметны. Презентации. Важно использовать хорошую, нейтрального цвета бумагу и соответствующий конверт. Но я думаю, главная вещь – сделать, что твое резюме написано так, чтобы соответствовать требованиям работы и культуре той компании, на которую ты трудоустраиваешься. Тебе нужно адаптировать каждое резюме для каждой работы и будет достаточно удивительно узнать, сколько людей тупо отправляют одно и то же самое резюме на разные должности. Ой, спасибо, Элла, я даже не знаю, как тебя отблагодарить за это. Всегда пожалуйста. И позволишь мне потом узнать, как оно пошло дальше. А репетиторы по скайпу мы делаем для вас карьеру.